Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. Мы продолжаем Фрэм-бр-р-р-р-р-р-р-р-р-р! Собственно. А-а-а... Это друг. Это... какая-то кукушка. Ух ты, механическая птица. Восхитительно. О пары чешки. Интересно, что делает этот рычаг. Вверх и вниз. Привет. Кажется, я что-то слышу. Я уже нашла воду и огонь ягоды. Они нужны нам, чтобы вернуться домой. Ну, как бы пока еще нет, но у меня есть пилюльки, и это меня уже радует просто несказанно. Ну-ка. Ядрить, твою мать! Это... Хорош жрать меня. Я питательная? Конечно, да, вкусная свежая плоть. Фу, я выгляжу уродливо. Ух ты, так много волос, и такие блестящие. То есть то, что тебя жрут, это тебя не напрягает, да? Вы, Камала, не так ли? Вы умеете говорить? Эй! Что-то, видать, не умеют. Так, это что, огонь ягоды? Ммм, вкусные ягоды. Ну-ка. Отрицательно. Так, ну тут пока ничего страшного нет, кроме того, что жрут наш труп. Это ладно. Пойдем туда. Где-то здесь должны быть огонь ягоды, судя по всему. А еще нам нужно что? Ха-ха! Нужна огонь ягоды и вода. Пилюльки. Это огонь ягоды, она горит, да? Ух ты, так много волос, такие блестящие. Но это не те ягоды, само собой. Ничего, конечно, о чем я думала. А может быть вот это? Нет. Убирайся. Убирайся, убирайся, ты вторглась на мою территорию. Что? Простите, я думала, что вы мертвы. Как ты могла такое подумать? У тебя нет никаких манер, юная леди. Мне очень жаль, но вы вроде весь гнилой, окровавленный. Я? Гнилой, окровавленный? По-моему, ты все неправильно поняла. Почему вы так говорите, мистер Лось? Мистер Лось? Ну и не лось, я смерточерфь. Простите, смертоносный черфь? Нет, я не смертоносный черфь, смерточерфь. Я не хожу и не убиваю существ. Я лишь предаю земле то, что существа забрали. В чем они больше не нуждаются. Ну, я вижу только горящего лося, где вы? Сука. Ну, здесь внизу существо, ты меня видишь? Вот вы где, вы такой крошечный. Привет, меня зовут Френ. Ну, привет, Френ. Могу я спросить, почему ты дотронулась до лося? Обычно только падальщики трогают мертвых животных. Ты падальщик? Конечно, нет. Я хотел забраться на него и достать огонь ягоды. А, вон они горят. Хе-хе, действительно. Понятно. Думаю, это возможно. Этот лось все еще крепкий и твердый. Но огонь ягоды горят. Ты можешь обжечься? Да, я вижу огонь, но мне нужно как-то их взять. Удачи тебе. Взбирайся, я продолжу работать. Спасибо, сэр. А-а-а. Это бы сработало, если бы в ведре была вода. А-а-а. Ну, так пойдем-то слазить. Ад. Хе-хе. Тут ад, а там дом. Так, понятно. Огонь и ягоды не стоят. Ну, пойдем сюда. Где-то здесь должна быть вода, по идее, да? О, это, слышь, ты отвези меня вниз, спусти к воде. Ты же можешь, я же знаю. Привет. Вы те сияющие насекомые же застревают на деревьях? Да, мы обычно застреваем. Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас. Ну, я встречал таких, как вы. Я помогла им освободиться. Как мило с твоей стороны. Любопытство приводит к неприведведенным ситуациям. Да, по-моему, любопытство это хорошая вещь. А вы застряли? О, вовсе нет. Мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными. Ого, звучит потрясающе. Удачи, мне пора идти, пока. В смысле тебе пора идти, пока? Слышь, ну-ка отрежка и волосы-то. Не, тогда пусть воды нальет. Прошу, мне нужна помощь. Позвольте привязать это ведро к вашим волосам. Привязать ведро к нашим волосам? Зачем? Звучит безумно. Ну, вовсе не безумно. Мне нужна вода из-под утеса, но я не могу дотянуться. Мне необходимо использовать ваши волосы, как веревку. Прошу, помогите. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжи ведро. Ах, спасибо. Вы очень добры. Наполните все ведро, пожалуйста. Теперь ведро полно воды. Спасибо, сияющие насекомые. Теперь мне пора, я должна идти домой. Дом там, где мы хотим находиться. Но разве дом находится где-то? Что? Простите, я не совсем поняла вопрос. Это был риторический вопрос. Я имел в виду, что ты и есть твой дом. Пригласи себя внутрь, там ты найдешь много дверей, чтобы открыть. Ах, звучит загадочно и красиво. Я попробую как-нибудь в другой раз. Пока. Опачки. Ах, ведро полно воды. Но оно ничего не весит. Охерико, странное, замечательное ведро. Я полезло. Я полезло наверх. У меня есть огонь ягоды. Убирайтесь, падальщики. Убирайтесь, падальщики. Это я, сэр. Могу я снова взобраться на лося? Вперед. Такой мелкий, короче, грозный парень, бро. Это я самобежу сейчас всех, суки. Я ведь главный, падлая. На. Огня больше нет. Теперь я могу взять ягоды. Я не могу сорвать их руками, они крепко держатся. Ну так что ты молчишь-то, на тогда. Какая кровожадная, Фред, такая. Отрежу, сука, все учатся. Вода есть, все есть. В принципе, пошли нахер отсюда, да? А что он простил-то? Воду и ягоды, все отлично. У нас и то, и то есть. Опачки. Это, дружище, на-ка. Да не долбитый, сука, ничего здесь нет. Сэр Итвард, вот полное ведро воды, мне помогли сияющие насекомые. Ты имеешь в виду люцифернов? Да, они милые, но только в этой реальности. Они опасны, если ты... Если ты столкнешься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. Ого, сжечь меня? Но я еще не была в пятой реальности. Не рекомендую, но то, что имеет смысл там, может погонуть на тебе сказаться. Ох, я забыл поговорить, я за воду. Спасибо, Фрэн. Да лео, ты че, я тебе все принес вообще, на. Сэр, я принесла огонь ягоды, но они больше не горят. А, великолепно, этого будет достаточно. Большое тебе спасибо, моя дорогая. Ах, Фрэн, сейчас 2.34, путешествие начинается. Пойдем внутрь машины. Ну, пойдем. Хороший, забыли кота, подожди кота, не забывайте. О, красавая. Надо было трап-то убрать, как бы мешаться же будет. Какой-то паук. Сейчас 2.36, у нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Фрэн? Я бы радовался, если бы лучше понимал реальности. Ну, скоро ты поймешь, ответы не так легко распознать. Ну, как по мне, звучит странно, сэр. Но время течет так, как должно, чтобы ты была жива. О, правильно. Если бы все это произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась. Вы хотите сказать, что ответы, которые я ищу, придут ко мне, когда захотят? Не совсем. Знаешь, что я бы сказал. А в течение времени ты должна испытывать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдешь. А не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, я понимаю. Что ж, теперь я рада. Вы пробудили во мне любопытство. Любопытность? Или что там было написано? Это лучшее, что ты можешь делать. Будь любопытный и будешь всегда удивляться. А сейчас, Фрэн, нужно заняться делом. Разговоры не доставят. Тебя домой. Каким делом, сэр? Машина нуждается в ремонте, и я думаю, что ты отлично справишься. Вот огонь ягоды и вода, что ты собрала. Нахер я отдавал их тебе, если ты обратно отдал их мне. Они понадобятся тебе для починки, водяного водососа и синтеза топлива. Все необходимые ворваться, и ты найдешь помещение слева. Но ты, Валь, находить любое помещение, в какое захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. Если у тебя возникнут вопросы, я буду здесь. Но я никогда не делал ничего подобного раньше. Что делает это больше увлекательным? Это более увлекательным. Веселить, моя дорогая. Ладно, я пойду. Помещение слева. По-моему, помещение слева это за бортом. Давайте обрызгаем, что тут делают, как-то вообще. Ох, похоже на что-то сложное. Так, это пособие по шитию ботинок. Ноги. Одна нога в ботинке, а другая без. Снова вирский язык. Интересно, о чем тут говорится. Это кожа ступни на подошве ботинка? Хм. Не ясненько. Так, бери молоток. Молоток. Очевидно, чтобы колотить вещи. Опа, изоленту взял. Ну, само собой, что-то надо чинить. Куда без изолента? Без изолента, в принципе, ничего починить невозможно. Нога. Деревянная нога напоминает мою, когда я была деревом. Кажется, ее используют как модель для создания обуви. Уитверда очень красивые туфли. Чё-то не берешь, что ли? Это что такое? Ну-ка, замути музончику-то нам. Хм. Эта музыка вызывает у меня ассоциацию с вилками. С какими вилками? Интересно, что эта машина делает? Ну-ка, выключу я ассоциацию с вилками. Это что-то страшно. Может, она была сделана с помощью вилок? Кто знает. Так, перо. Хм, перо. Как в загадке великого волшебника. Да нет, там было черное. Чё-то угораешь. Там перо было гораздо важнее, чем здесь. Алло. Говорит Френ. И все? Так, пойдем сюда. Может, нужно нажать кнопку, чтобы дверь открылась? Может быть. Хорош. Опять ты! А-а-а! Так он на туре за мной следит, чтобы я все делал нормально. Какие-то опыты химические. Опять начинается хер пойми чего. Ух ты, какой огромный волчок. Полагаю, что это может быть двигатель. Я тоже полагаю, что это он. Эти огни несомненно показывают, что что-то работает. Ах, компас идет кругами, вверх тормашками и в никуда. Ну, пойдем синтезировать, наверное, чё тут. Посмотрим. Хм, АФМ отсутствует. И как его сделать? Что у тебя внутри? Бутылочка. Что у тебя внутри? Бутылочка. Розовый шланг, который можно к чему-нибудь подключить. Синий шланг готов к использованию. И чё? Хм, и чё? Мы сейчас нахимичим. Это мы сейчас нахимичим, тут только так. А, синий шланг, это чё такое? Реакции АФМ отсутствует. Пэлл, Херилл. Думаю, нужно это включить, чтобы это заработало. Да? Окей. Вид в реальности, значит, вид в реальности огонь. Вид в ультралеальности ягода огонь. Химическая смесь. АФМ, А18-2ПФ, Р15, Н160. Микроэлементы в огоне ягодах ускоряют машину и дадут долгую жизнь. Да вы чё, угораете, что ли? Как так? Секунды, минуты, часы, дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла уделить тебе немного любви. Секунды, минуты, часы, дни. А чё надо сделать? Чё, больно, сложно, всё. Глаз возьми. Ха, сладко взяла. Так, ладно, подожди, давайте их будем объединять тогда между собой. Тогда давай вот эти. Нет, тогда вот этот с этим. Нет, тогда вот этот с этим. Тогда, короче, изоленту со шлангом. Ладно, не будем ковыряться, пока пробирки надо взять. Они для того, чтобы пить воду, довольно маленькие. Ваза без цветов, что составлю её здесь. А-а-а, чуть не хватает. Ага, ага. Ага, ага. Так, чё-то где-то был нарисован такой, подожди-ка. Ну-ка, выйди-ка. Во! А-а, нет. Ну-ка, нахер. Думаю, если свет красный, значит, это не работает. Тогда давай куда-нибудь. Я не уверен, что с этим делать. А, давай закроем. А, нет, закроем, поменяем, наверное, уже он пробитый, походу, не работает. Что-то не горит. А-а-а, подожди-ка. Опа, опа. Я не могу зажечь огонь, из трубы не идёт газ. А-а-а, где из них газ? Так вот, ты кто? Тогда... Тогда... А-а-а, пойнта. Вот. Теперь открыть. Теперь поджечь. Ай-яй-яй. А-а-а, зачем? Да ядрить, твою мать, а где он открывается-то? Ага. Допустим. А это что делает? Открыли, закрыли, непонятно пока. Ладно, что-то горит. Уже хорошо. Уже хорошо. Значит, здесь мы что-то подрубили. Так, ну тут, короче, много пробирочек надо. Что-то ПЛФ всё подряд. Едите, твою мать, ты чё? Такой сложный загадка-то. Это что за мусор ещё? Посмотрите на этот беспорядок. Этвар не слышал о гигиене. Опа! Ага. А-а-а. Здесь надо долить воды. Это сделать в положении лёжа. Это так. Это мы всё сделаем в положении лёжа. Окей. В положении лёжа. Теперь открываем, заливаем воды. Теперь бак наполнен водой. Закрываем. Всё, теперь всё отлично, всё хорошо. Здесь у нас что-то заработало, походу. Думаю, это нужно включить. Ага, ладненько. Теперь давайте химичить со смесьюми, наверное. Я не понимаю, что делать. Ваза без цветов. А-а-а. Надо использовать ягоды на горелку. Ну-ка. Опа. Опа. Чего? Чё, вгораешь, что ли, нет? Ну-ка. Закинулись. Не-не-не. А как ты, сучка, включаешься? Ты ходишь какой-то службой вообще. Опа, шланги. А там их не было, ни хера себе. Глаз. Так, ну тут мы всё подключили. Тут у нас всё работает. Тут у нас всё горит. Розетка есть. Дальше здесь чего? Их надо между собой шлангами, что ли, объединить. АФМ. Огонь, ягоды. Чё-то пожечь, чё-то налить. Чё-то куда-то так. Там в банке из банок. Горелки-херелки. Каких-то шлангов не хватает прям по-любому. Ну-ка. Это сюда не подходит. А-а-а. То есть надо угадать куда. Ага. Хорош. Так. Нет. Тебя куда? Нет. Тогда тебя куда? Нет. Ну их куда-то куда-то надо засунуть. Ага. Окей. Идите-то как много шлангов. Ага. Ага. Ха-ха-ха. И чё? Чуть не чё не работает. Ну-ка. Я чё-то правильно наливаю, нет? Кто не понимает чё-нибудь? Чё-то не включилась. Походу чё-то куда-то не соединено. А куда? Так. Кудик, я не вижу с тобой нихера. Ага. Этот в этот, вправо, этот влево. Хорошо, да, попробуем. Ну-ка. Ядрит твою химия. Раз. Чё-то ещё где-то не хватает. Вот почему-то чё-то непонятное. Я думаю, объединять сейчас смысла нет, потому что непонятно нихера. Остальное я вроде как всё собрал. Ну-ка, котик. Котика-бармотика. Ладно. Очень внимательно смотрим. Первый, откуда всё начинается-то? Это N166. Состоит, по ходу дела, из А18, 2ПФ, Р15. Чё это значит вообще? А, 18, 2ПФ, Р15. Включить. А где это включается-то? Может быть... А-а-а-а. А-а-а-а. Может, ягодку подкинуть? Нет. Нет. Блях, а вообще ничего не понятно. Чё бы от меня надо, товарищи химики? Рецепт можно было попроще как-то рисовать? А это чё? На-на-на-на-на-на, вытяжной вентилятор. У нас чё-то не работает вот на этом месте, потому что красная лампочка горит. Чё же мы ещё не подключили-то, получается? В шланге вроде все, олейки все, ошкатулки, спички, всё вроде горит. Зелёненькое. Какое должно быть? Какая сложная игруха. Так, значит, из горелки должна идти жёлтая. Правильно? Жёлтая. Ну-ка. Давайте сделаем жёлтую. Смотри-ка, они закипели, это случайность. Ну-ка, я чуть другое поставлю. Не, они кипят, но это неправильно. Чё-то по их трудам где-то не сходится. Не, серьёзно, какой-то рецепт нормальный будет здесь? Нет сегодня. АФМ отсутствует, это значит, его надо найти. Правильно? А чё такое АФМ? АФМ это, скорее всего, огонь ягоды. АФМ, где же мне взять? А фуга? А, так ну всё правильно, а чё ж ты мне тут мозги-то паришь, слышь? Во! Склянку, огонь ягоды, что больше не в огне. Ну и чё дальше? А-а-а, бляха, они перетаскивали. Да ядрить твою мать, ну раньше нельзя было сказать. Так, значит, А18, 2ПФ, Р-15. Значит, А18, 2ПФ, Р-15. Ну, допустим. И? А, подожди-ка, а в первую чего? А в первую Н-166. Н-166. Вот! Готово! Фрэн Боу, супер мастер химии. И что теперь? Всё типа? О, ага! Фрэн, я наконец смог починить автопилот. Тебе нужна помощь? Думаю, у меня тоже всё получилось. Я сделала всё, что вы меня просили. Очень хорошо, Фрэн. Похоже, всё прекрасно работает. Да, всё выглядит просто великолепно. Что нам теперь делать, сэр? Что ж, я хотел узнать, боишь ли ты кроликов. В одной из комнат есть маленький кролик, и я... Я сильно боюсь. Ты можешь мне помочь избавиться от него? Кроликов? Думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая всё, что я видел, я не могу представить лишь один вид кролика. Это шоколадный кролик? Или рогатый с глазами убийцы? Ну, тебе нужно увидеть самое. Твой этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит, не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите его мне, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрая, дорогая, следуй за мной. Как скажешь. Хе-хе-хе, как скажешь, мистер, пойдём. Я ещё вернусь, товарищи игрушки. Вот, видишь, он просто сидит там, развитое не странное поведение. Как по мне, это просто игрушка, сэр, она не будет двигаться. Ну, не могла бы ты наладить с ним контакт, я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр, я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. Ну-ка, возьмём кролика. Он подставит нас решил, смотри! Ах, я думал, сейчас это подво... 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 вот это куда-нибудь уедет. Видите, это просто пушистый кролик, здесь нечего бояться. Ах, ты права, френд, здесь нечего бояться. Сука! Что? Не уходите, мистер Пол, ну что-то не смешно. Я же говорю, падла-то ещё. Ох, почему ты испугал Эдварда? В любом случае, ты очень милый. Это за сись... Отдай, паскуда! Не поворачивается, что мне делать? Ух ты, механическая рука. Ты живая? Та-та-та-та-та! Эдвард сделал бумажный кораблик. Привет, вы другая глава Эдварда? Мне нравится ваш цилиндр. Карандашик-то возьми, я-ка на всякий пожарный. Карандаш, он мне не нужен. А гаечный ключ, естественно, нужен, само собой. Ха-ха! Ага, ну конечно, ну-ка. Ну, не работает. Так, подожди, нас что-то под сталь наскинули. Тройка. Но это мы знаем, мы этот весь алфавит знаем прекрасно. Морковь. Ну-ка, кролик, оживи. Ну-ка, кролик, пожуй. Типа нет, да? Ага, ладно. А выпустит нас отсюда хер выпустит. Ага, вот это надо открутить, по ходу дела. Мистер Полныч, скажи что-нибудь. Не забирайте моего котика снова. Суки такие, ну-ка. А, ты про этого говорил? Этот, да, этот страшный. Этот страшный. Тихо. Ой, механический кролик. Совсем не милый. Может, кролик злой или голодный, или то и другое. Морковка для большого прибольшого кролика робота. Открути его. Механический кролик, значит, будем вот так вот. Нет. Так, наверх, мне говорят. Ладно. Окей, поехали наверх. А что это такое-то? А ты теперь не сможешь там провалиться, да? Я не могу подняться на лифт, если он уже наверху. Действительно. Так, кролик спорол у меня эту. Теперь ты за меня? Подожди, ты же с пароль морковь... Ты же с пароль морковь-то, орел. Орел, дружище. Не, падла, что-то мы не успели с ним сделать, прикинь. А что мы у него... А-а-а! Ну-ка. Нет, ты кладешь только в одну сторону его, да? Ну, используй, ядрите твои. С ним надо успеть что-то сделать, поход делаю. А что с ним сделать? Механический и злой. Может, облить его водой? А, нет, нельзя. У нас воды-то нет. Да что-то как быстро жрешь-то, слышь? Да возьми ты просто морковь. Так, ладно. Может быть, как-нибудь... Не-не-не. Оп-оп. Он же механически голодный. Значит, ему надо положить морковь, потом его как-то разобрать. Побырику. Фидинг, зе робот рыбит. Я типа его откормил, что ли, с концами? Пару вещи просто не работают. Может быть, что-то открыть надо? Ну, я какое достижение получил я много раз. О! Ага. Естественно. Крути. Ага. Теперь сюда. Опачки. А теперь открывайся. Да это же материнская плата! А, их не хватает. Вот. Не хватает этой таблетки, как её... батарейки, которая там высовывается. Небольшой витажной вентилятор. Но... Подожди. Допустим. Если здесь рука нажимает сама. Теперь у нас есть морковь. Здесь у нас ещё есть дерево. И надо понять, каким же образом... Дерево. Логично. Это открывает, даёт нам батарейку. То есть мы уходим, эта херня уходит тоже. Горит красный свет, может что-то сломано. Ну, конечно же, естественно. Ага. Может её тоже открутить? А чё, нет? Ну-ка, падла. Это нельзя сделать. Угу. Так тут как-то же логично надо, чтобы что-то... Я чё-то вообще не докуриваю прям. Вот нас здесь обучают, короче, языку. Если чё. Как всё потемнело. А это на чё-то влияет, нет? Может их всех надо найти? И какое-то достижение тоже будет. Я вам все нашёл. Пять штук. Вроде все. Зелёные листья. Зелёные листья. Так, ладно, ну для чего-то кролика кормить надо, само собой. Только пока непонятно, для чего. Он начинает жрать. Может быть, в это время рука не успеет что-то нажать, и это будет нам мешаться? Ну-ка, давай-ка. Опа. Она нажимает. Потом кролику мы даём эту херню. Нет, не успеваем. Жри. Теперь нажимаем. Ага, теперь забирай быстрей. Ага! Успел! Только при чём тут кролик? Я не понял. Мы бы и до этого, наверное, могли успеть. Ну ладно. Давай. На-ка. Хорош. Ну вот, батарейка на месте. Да, заработало. Хорош. Кролик, отойди-ка нахер. А-а-а! Спасибо! Спасибо, ручонка. Она вывела меня на этаж выше. Ух, вот это поворотик. Это, походу, отец и мать. Причём в каком-то страшном мире. Здесь ещё страшнее будет. Непонятно тогда. Это получается под таблетками всё нормально, а без таблеток, мать с отцом. Странно. Давайте-то на этом закончим. Всё не получилось. Прям слишком, ну, сложнохимическая серия. Сложная химическая акция. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи следующей серии. Ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат. Субтитры сделал DimaTorzok